Девушки отдыхают Которые смотрят в направлении долины Мертвого моря И там есть пещера Есть пещера, которую сегодня называют пещера Давида Некоторые говорят, может быть это пещера Адулам По величине мелковато будет Там сотни людей, но никак не войдут Поэтому мы не знаем, какая точно пещера Давид убегает в Адулам Что делают его братья? Его родители Они понимают, что сейчас Если Шауль начал рвать и метать То после Давида Кто первый будет на очереди? Они И чем это для них закончится? Печально Закончится еще печальнее Но И кто собирается вокруг Давида? 400 человек Каких? Люди, у которых есть душевный горечь Люди, которые Должники Которые сбежали от долгов Чтобы их не продали в рабство Люди Просто, так сказать Отчаявшиеся от жизни Вокруг него собираются Провозглашают его главой Почему так? И 400 человек с ним Плюс его семья Почему так? А кто ты думал, что сбежит? Что вся гвардия встанет и скажет Мы с Давидом Почему именно, когда Давид сбежал Эти проснулись вдруг и решили пойти за ним? Вопрос хороший И ответ очень понятный С моей точки зрения Почему? Если людям плохо Сидят и сопят две дырочки Появляется тот, кто Выступил против Говорят О, я тоже как он Я с ним согласен Он нас поведет Он нас приведет К счастливому будущему Понимаете? Поэтому здесь очень понятно Почему все эти Горемыки Вдруг Вскакивают И идут С царем Давидом Который еще не царь И они этого не знают Поэтому Он не царь А сар На данный момент То есть его провозглашают Грубо говоря Князем Главой И говорит Давид Когда он смотрит На Муав Он вышел на Митспе Муав Видимо Это достаточно близко Было к границе И более того Он здесь встречается И с царем Муава И говорит ему Ситуация Пограничная Поэтому Вот мой отец Мать Пусть они побудут У тебя Пока Всевышний Прояснит ситуацию Здесь у нас Идут Тяжести Что делает Царь Муава Пока Сидит Давид В Митсуде У него сидят Родители Давида Когда он уходит Обратно в Иуду В следующем Пасуке Что происходит Царь Муава Берет И убивает Родителей Давида И почти всех Его братьев Раша 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 Это пишет Потому что С одной стороны Они дальние родственники Через Руд Они там Четвероюродные Братья Но с другой стороны Кто такой Давид Потенциальная Угроза Он тот Кто Во главе Армии Израиля Громил всех Иногда Иногда люди Слишком много Думают Про родственные Связи А родственные Связи Иногда Оказываются Не такими Сильными Как хотелось бы Или наоборот Даже То что у нас Здесь написано Секундочку В Шмуэле Который Во второй Книге Во второй Книге В 10 Главе Он Говорит Про Добро Который Сделал Царь Амона О каком Добре О каком Хеседе Речь идет Нахаша Амони Что он там Сделал В Асэ Хесед Им Ханун Бен Нахаш Кашэ Раса Авив Имади Хесед Вайшлаг Давид Или Нахамо Бията Вадав Эл Авив Говорят Какой Хесед Он Спас Одного Из Братьев Нахаш Амони Он Спас Одного Из Братьев Всех Остальных Царь Убивает Вае Мир Гад Амони Эл Давид Лот Ишеб Бам И Судам Лех Вата Леха Эр Сиудам Вае Лех Давид Вае 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 Я Харед Когда он ушел Раша пишет В тот момент Когда он вышел В этот лес Харед В этот момент Царь Моава Убил Лех Вае Он Отдав Сироп Моава Ва 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 Ишмая Шаул Кинода Давид Ва Энешим Ашер То Ва Шаул Йошер Бегева Тахат Ашер Берама Ваханит То Ва 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 Вималав И тут Шауль Слышит Про Давида И для него Это как Красная тряпка Для Быка Не знаю Насчет красного И насчет тряпки Там движение Больше Чем цвет Работает У Быка Но тем не менее Присказка Осталась И он Сидит Где У себя Гева Где Находится Мы сказали В нескольких Километрах Севернее Нас Фактически На территории Иерусалима Северная Часть Иерусалима Где нибудь Там в районе Пизгадзеева И он Сидит На какой У него Настрой Что он Держит В руках Копье И вокруг Него Столпились Его Слуги Те кто Ему служит Кому он обращается Прежде всего Слуга Сына Бениамина Бней Ямини Не написано Бней Бениамин Но Мы знаем Что Бениамин Это Бен Ямин Поэтому Бней Ямини Мы понимаем Что это Колено Бениамина Почему Кому Относится Колено Бениамина Потомкам Только не говорите Абрама Ицхака И Якова От какой Жены Якова Пошел Бениамин От какой Пошел Иуда Он Бениамин Это Сын Рахель Рахель Умирает Когда его Рожают Кстати Она его назвала Не Бениамин А как Бен Они Сын Бедности Моей Потому что Она чувствовала Что умирает А Яков Назвала Его Бениамин Здесь Мы видим Он Обращается Даже Если Он Вам Даст Купит Вас Всякими Взятками Должностями Не забывайте Не мы Братья Ему Вы не Братья И поэтому Над вами Он поставит Начальников Из своих Это не заговор Он говорит Вам нет смысла Перебегать К нему Потому что Я то хоть Свой А он Он чужой Поэтому Он поставит Над вами Своих Для него Не ожидайте Что Если Вы пойдете К нему Ведь Мы Уже Говорили Популярность У царя Давида Была На порядок Выше Чем Популярность У Шауля И поэтому Шауль Боится Очень Боится Что Последние Его Слуги Уйдут Субтитры Бросает жестокие обвинения. Вы все гады, вы все участники заговора. Знали же вы все, что сын заключил союз с Давидом. И хоть кто-то бы мне сказал. Они знали? Их выяснили. Может быть да, может быть нет. У нас нигде не написано, что они заключали договор публично. Более того, мы видим, что этот договор заключен между ними. Они же в поле выходили. Но что он говорит? Виноват, 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 виноват. Каждый из вас виноват. Кто не виноват? Я. Правильно. Единственный, кто не виноват, это я. А вы все виновны. И все вы заслуживаете смерти. Смерти. Патана. Ну, он еще их не убивает, но обвиняет. И он говорит, а сын мой вообще взял, настроил слугу быть в засаде на меня. Напасть на меня из-под тишка. Это то, что он говорит. И тут под горячую руку влазит Доэг Айдуми. Мы в прошлый раз сказали, в комментариях было написано, что Доэг Айдуми это Афбейдин. Глава суда. Шаула. 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 Что он говорит? Что он говорит? Ааа. Кач. Давид-то я его видел. Он там пошел к Ахимелиху бен Ахитуву в Нове. Когда он убил их всех, да? не еще убить он еще не убивает давай я прочитаю раши здесь раши очень интересный я прочитаю раши и сразу это и затронет то что ты сказал и откроет вам то что в тексте не видно комментариях у вас может быть и то есть не помню вы и шан но башен говорит раши что такое спросить всевышнего что и такое в принципе когда мы говорим про запрос то это написано на самом деле раши пишет это по поводу шауля через два пасука но что такое спрашивать всевышнего как спрашивать всевышнего первосвященник через ум курием в эту мим там написано кое ну мы сказали что он видимо коинга доль и здесь понятно что у кого есть урим это умеем только первого священника и сейчас он спрашивает запрашивает всевышнего запросы делаются только для царя нельзя запрос сделать для обычного человека то есть что хотя мы там этого в тексте не не видели но здесь он говорит он фактически его объявил царю и более того дал ему еду и дал ему меч галиата наоборот мы видим что он дуэк говорит что он спрашивает у рима тумин сын который потом убежал это сын прежде всего мы там не видели что давид его что-то спрашивает а этот этот дает 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 он сейчас делает очень продуманную и лихую подставу он сейчас шауль рвет меч и для него все сейчас персоны нон-грата все гады все подлецы все против меня и тут подходит дает и капает ему что он воспринимает о мой можно похлопать по плечу мой идиот их убей потому что мы не видели что да он к нему обращается да он у него просит хлеб мы не видели что он у него делать запрос через до него и Царь приглашает Ахимеллах и все его семейство, которое вновь прийти на ковер. Как он обращается к нему? Ну, представьте себе, вы сейчас обращаетесь к кому-то, как Путина зовут? Владимирович, не сдрыснул бы ты отсюда? Если бессмертный, то говорят можно, но я скажу нельзя. Знаешь почему? Не потому, что у меня большая любовь к Путину. Есть понятие Дерех Эрец. Человек должен вести себя нормально, порядочно по отношению к другим и с уважением. Бесседер, если это какой-то мой дружок, которого я хочу звать, и то это должно быть уже очень близкие отношения. На работе иногда складывается такое, что по отчеству зовешь кого-то. Просто так? Это совершенно неуважение, как будто ты даже собственного имени ничего не заслуживаешь. Кто ты вообще такой? Так обратиться к первосвященнику? Нет, конечно. Не выше. Не выше, это другая епархия. Да, но все равно. У них немножко другие границы ответственности. Он не тот, не другой не находится над. Храм может без царя жить, а ватсап без храма не может. Что я тебе могу сказать? Сегодня мы, к сожалению, и без храма, и без царя. И microscopic зацаря жить, и без царя, и без царя, и без царя, и без царя, и без царя. что он говорит шауль прежде всего продавида он снова не использует имя а исаевич а не уважение то есть человек перке вот не зря написано кто уважаем тот кто уважает других почему такое отношение к шаулю на данный момент он сам себе подписал приговор почему он не уважает других ахитувович исаевич все враги все гады нельзя ожидать что тебя сейчас когда ты не хочешь уважать других что тебя будут уважать и в чем он его обвиняет трех вещах хлеб меч и и запрос всевышний хороший вопрос если мы если он его рассматривает как того кто восстал против царя если не брать это все то нет проблем с этим почему потому что он говорит вы решили против меня восстать если он говорит ты повстанцам дал оружие нельзя обвинить таком они повстанцы повстанцам даже не оружие хлебом снабжаешь повстанцев ты думаешь что какая-то власть я будет гладить за это по голове а не наказывать а не наказывать если ты говоришь что это повстанцы если больше больше захода а не наказывать больше захода как он и янахимелек этамелек и он сказал и он по голове как Давид и янахимелек и янахимелек и янахимелек и янахимелек в царстве он твой жених он уважаемый он здесь не написано но он он крут и он твой обратите внимание на какие вопросы это отвечает виктор на те вопросы а в чем проблема с хлебом и с оружием я не понимаю почему ко мне претензии если бы я дал врагам и царство я понимаю я дал твоему зятю который у тебя самый крутой начальник который сидит все время за твоим столом и уважаемый меч 100 процентов его они 50 его отложили для памяти о победе но в любом случае это не меч шауля это не меч не может быть такой претензий претензий может быть именно с точки зрения восстания если восстания нету то никакой претензии нет третьего пункта это не касается какой третий пункт у нас нас хлеб-меч и запрос запрос через урим витумим он на это не отвечает почему не отвечает а я мы филоте лишь он и но и и мхалил али 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 еси им а мэли бэ авдо давар бэхоль бэй тавеки лоеда в дыха бэхоль зуд давар катон о гадоль что он говорит я запрашивал всевышнего для него о чем говорите не дай бог чтобы я такое делал почему не дай бог это делается только царю я чего я знаю свои обязанности я вообще не понимаю какие могут быть ко мне претензии ответил принципе он ответил по полной программе сожалению сейчас шауль решает что у него программа ответа будет немножко другая да смотри давай так единственное что он в начале попросил это был хлеб потом он добавил меч запроса он не делал это придумал дой если мы говорим про хлеб по большому счету если я приношу курбан туда я обязан кушать это сам делиться мы сказали 40 хлебов для чего семья друзья и тогда для чего рассказать о том добре за что он говорит спасибо всевышнему он должен это рассказать окружающим курбан туда если мы идем по радаку курбан туда вообще нет проблемы его дать ну поделился хлебом если мы говорим лехом а по ним то там тоже возникает вопрос который раши на месте там отвечает по поводу того что если уже воскурили там базы кин которые были благовония левона которая стояла тоже на столе воскурили то после этого в принципе хлеб уже разрешен для еды этот хлеб не выбрасывали его съедали теплым через неделю значит видимо это был день когда была смена или досталась сейчас предыдущей смены и он ему дает эти пять хлебов смотри думать всегда можно более того думать всегда нужно но придумать то что делает человеку которого крышит крыша вы поехала это понять может только человеку которого крыша поехала или если он психиатр из таки и таких уже лечил цена данном случае к сожалению мы говорим о том что у шауля крыша едет не спеша тихо шифером шурша шайтан однако я понял шайтана мы оставим стороне вопрос в другом мы это говорили про фараона я здесь это повторю шауль свои своей политикой своим подходом к жизни к ценам духовным он себя привел ситуацию где он сходит с ума если бы он говорил всевышний мне сделал такие-то границы очень хорошо я буду пользоваться этими границами буду по ним идти то проблемы не было бы но он решил что он самый умный проблема не в том что всевышний его гонит ему под подкидывает этот руах и поэтому как авраам говорит кто же виноват дебук виноват шауль виноват точно так же как человек который абсолютно здоровый пошел специально факты которые были на вечеринку где есть больные короны чтобы заболеть короной заболел умер кто ему виноват больной короны который пришел тоже можно сказать что он несет какую-то ответственность естественно а если если он специально пришел он несет ответственность а если сейчас человек здоровый прибегает к больному чисто заразиться там вообще он не виноват здесь архимелих что он сделал он по-человечески отреагировал на просьбу важного человека зятя царя который герой который этот же меч и добыл он на это абсолютно спокойно отреагировал и он сейчас не понимает за что на него наезд приговор осуждению и обжалованию не подлежит и обжалованию не подлежит он говорит шауль шауль почему опять давид он несколько раз пытался но здесь он говорит стражникам которые рядом окружите и убейте и он не стесняется сказать коней адунай это служители всевышнего он этого не стесняется почему ему только что объяснили что они ничего не знали он говорит заговорщики заговорщики они не выдали про него ничего что они должны были выдать и тут народ идет в отказ очень сложный вопрос когда мы говорим про армию в израиле этот вопрос поднимается нередко нужно ли выполнять любой приказ с одной стороны это армия вся армия стоит на чем есть приказ нужно его сделать если к примеру сейчас командир говорит авраам исхак вы на ту горку с пулеметом прикрывайте наш отход авраам исхак посмотрели на горку посмотрели на пулемет сели на мотоцикл и уехали их спрашивает почему они говорят ну если мы там останемся нас убил можно их понять с точки зрения человеческой с точки зрения армии с точки зрения еврейской нельзя есть ответственность друг за друга колес рейлеров им зелозе каждый еврей ответственность за других ты не можешь сказать я сейчас спасаю себя и плевать мне на то что поляга все остальные нет такого понятия не может такого быть здесь у нас что происходит все говорят мы не будем убивать во время изгнания евреев из бушкатифа были десятки если не сотни ребят которые сели в тюрьму потому что они не поехали выселять еврейские поселения многих вычеркнули из списка продвижения там по офицерским званием и так далее так далее так далее потому что не сказали я еврей в еврейском государстве я не могу это не связано сейчас защита это не связан я именно с точки зрения того что я ответственный за других евреев я не могу это еврейская армия это не анти еврейская армия поэтому есть такое понятие что если приказ категорически расходится с ценностями нет опасности для твоей жизни с духовными ценностями то в таком случае он неправомочный снова такие если вы вы сейчас спросите какого-нибудь левака он скажет что духовные ценности это то что записано в кодексе соли они то что записано в торе если кодек социально не написано что нельзя выселять еврейское поселение то знать что это можно цена потому что для него тары как таковой не существует но в этом лучшем случае в худшем случае она существует в качестве заговора сионских мудрецов зря смеешься к сожалению у многих левых именно такое отношение было такое такое понятие придумали его сколько 130 лет назад или больше 150 протоколы сионских мудрецов что они что евреи хотят поработить весь мир и в разных изданиях так сказать это как бы не приводится или цитируется их нету но они там протоколах своих всех уже да 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 и это тоже и в данном случае фактически мы видим что те кто стоят рядом с шаулем не готовы убивать служителей всевышнего и тут мы видим что он говорит а ты у меня верный убивай и он начинает убивать не написано что всех восемьдесят пять человек бил он иногда вы знаете снова таки как мы сказали про давида который сбежал и мы не не понимали что притянули людей мы поняли да то же самое здесь люди не хотят люди не хотят убивать но этот уже пошел убивать но их все равно убьют а зато я не буду в изгоях цена то есть очень часто к сожалению люди смотрят под таким неправильным углом и его его наверно все равно убьют и я пойду убивать может быть но это не то что здесь написано здесь написано что да и начинают убивать и в итоге убили 85 не написано что кто-то олегчил решил облегчить жизнь он убил первосвященника да да он убил первосвященника да включая женщин включая младенцев и судя по всему в этом городе жили это мы дальше увидим но я заранее уже забегаю жили не только куаним а еще и геву ним почему да причем я где-то видел что их там убили семерых геву ним двое были этими дровосеками двое были носильщиками воды один был софер один еще что бы кицу 7 человек геву ним которые там были все кто находится в городе все под раздачу всех под корень все и собак тоже про собак здесь не написано здесь написано и быков и ослов и и ягнят все живое умертвить противовес амалеку перкедра били эзер у нас написано про шауля одно правило которых мара тоже потом приводит но перкедра били эзер это очень красочно приводит шауль ошибся один раз в определении ценностей но к чему это приводит что он решил смилостивиться над жестокими и ему говорят тот кто милостив к жестоким милосердным когда ему сказали уничтожить весь амалек ему жалко ему жалко царя ему жалко часть скотина наставляет и так далее здесь уничтожить всех да да вопрос как я сказала что тот кто милует жестокого той ну для правил вопрос такой есть возможность убить одного человека и спасти там например сто тысяч человек или я могу его убить нет да 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 Спас один из сыновей Архимелеха, он потом станет пересвященником, и он убегает к Давиду. И он ему рассказывает о том, что Шауль пришел и убил. Здесь понятно, что Давид понимает, что косвенно он являлся причиной смерти. Я понял это еще в тот день, когда я был там, когда я увидел до эго, прислужника Шауля. Я догадывался, что он ему скажет, я являюсь причиной смерти семьи твоего отца. Хотя это не так. Имеется в виду косвенно, это не то, что он убил, не то, что он приказал. Он является косвенной причиной. Догадка это догадка, она могу и не произвести. И последний посуд, которым заканчивается глава, садись со мной. Не бойся. Тот, кто будет искать меня, он будет искать и тебя. Поэтому самое безопасное место для тебя сейчас со мной. Кто их преследует? Шауль. Раша говорит, один человек преследует нас обоих. И в то место, куда спасусь я, спасешься. И ты будь со мной всегда. Он спасает рот первосвященника. Не рот, а самого первосвященника. Он становится первосвященником. И кроме того, он говорит, что сейчас вокруг кровь да кровь, я спасу твою душу. Не забывайте, у нас почти всегда есть завязка, кровь, нефеш, душа. Он говорит, тот, кто захочет твоей души, имеется в виду твоей крови. Тот, кто захочет тебя убить. И здесь мы перед тем, как продвигаемся к следующей главе, где Давид уже начинает действия. И как происходят эти месяцы. Это считанные месяцы. Мы говорим про короткий период. Да, Шауль процарствовал всего три года. Это не Давид. У Давида впереди будет 40 лет. 7,5 лет в Хевроне, еще 33 в Иерусалиме. У Шауля все про все. Начиная от тех войн, которые мы уже сказали. И вплоть до последней войны, где он погибнет против веристемлян. Это всего-то навсего три года. И да, мы, к сожалению, видим, что он начался рассказ очень красиво с Шаулем. Но мы все больше и больше видим некрасивости. Но я все-таки хочу. Красивость напомню. Мы начали с Шауля, с того, что он мишихмовый мало. Он выше всех на голову. И мы сказали не физически, а духовно. Но даже если у человека духовно велик, то есть один смешной рассказ. Может, я его уже рассказывал. По поводу одного из мудрецов Талмуда. Рассказывал? Когда он последовал. Да, да, да. Который посмотрел, как один из учеников идет с какой-то девочкой проводить ее до перекрестка. Он говорит, надо пройти, потому что наверняка согрешит, нужно будет его остановить. И дошел с ними до перекрестка. Они спокойно на перекрестке распрощались. То есть ученик вернулся, девушка ушла. И он приходит в Бэтмитраж и говорит, что, как? Будь бы я на его месте, я бы согрешил. Ему говорят, у тебя намного больше душа. И у тебя больше яцар. Когда мы говорим про проколы, некоторые говорят, ну как? Мы сказали, что он такой большой, и он согрешил? Человек, у которого больше потенциал, к сожалению, если он его чуть-чуть неправильно направляет, то это сразу бьет очень-очень больно. Поэтому неправильно сказать, что по ошибке выбрали его, он был вообще недостойный и так далее. В какой-то степени мы сказали, он да, заложил основу царства. Это не то, что его царство не играет роли. Если бы оно не играло роли, оно бы не было упомянуто. Это все, любой рассказ, любое слово, которое приводится в Танахе, это для всех поколений. Это не исторический рассказ. Если есть какой-то царь, который не играет роли никакой вообще, или какие-то события, войны и так далее, сегодня многие археологи становятся на дыбы и говорят, Танах неправильная книга. Чего? Мы видим, что несколько событий и войн, которые в Танахе написаны, что мы копаем соответствующее место, в соответствующее время находим. Но мы находим здесь война, здесь еще город. Они не упоминаются. Что это за дефективная книжка? Это захотел, упомянул. Это захотел, не упомянул. Именно в этом смысл. Смысл в том, что если есть смысл для грядущих поколений, то это записано. Шауль ему уделяется достаточно много внимания. И это написано в частности из-за того, что есть много людей, у которых есть большой потенциал. И они могут стать большими. Большими праведниками. Но если они немножко не туда направят, то не дай бог результаты могут быть плачевные. Иногда не плачевные. По-моему, Сендера я сейчас на февруте вспоминал про Бялика. Была как-то встреча между Бяликом, Хаим Нахман Бялик. Если слышали, один из самых известнейших классиков ивритской литературы. Который писал на иврите. У него такой очень, я бы сказал, чуть-чуть тяжеловатый иврит. Он придумал много фраз, оборотов, которые стали классикой. Хотя в разговорной речи их мало употребляют. Потому что это все-таки высокий штиль. Он как-то встретился с Гаоном из Рогачева. Был такой известный раввин. Он к нему пришел, пообщались. И обоих их спросили, ну что ты думаешь про другого? Когда спросили у Рогачевера, он говорит, ну, Эйнштейн поместится у него в мизинце. С точки зрения, так сказать, мудрости и так далее. Спрашивают Бялика, а что ты думаешь по поводу Рогачевера? А, наоборот, Рогачевер спросили про Бялика. Он говорит, если бы он учился, из него вышел бы толк. Это он сказал про человека, который проучился несколько лет в величайшей ишиве того поколения. С этим? Бялик учился вообще, а? Конечно. В Воложине? В Воложине. Он несколько лет проучился в Воложине. Хотя и там он уделял больше внимания ивриту, чем кодышу. На тот период это было очень в моде. Но потенциал у него был. Вопрос сейчас, на что посылаю. Про Бялика можно сказать, что он вместо того, чтобы потратить этот потенциал на Тору, он потратил его на литературу. Не так страшно, как с Шаулем. Шауль, к сожалению, в тот момент, когда он начал неправильно расставлять акценты, то это привело его к страшным действиям, которые, к сожалению, еще не закончились. Продолжение следует.